В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. В торговых точках Видного провели мониторинг цен на овощи и продукты так называемого борщевого набора. Сетевой магазин, это розничный магазин, а также ярмарка. И, соответственно, фиксируем цены из этих разных форматов. Новая крыша. Через две недели жители одного из домов по улице Ольгинской скоро смогут забыть о протечках кровли. Мы ждем эту крышу. Все ждут. Поэтому вот этот шум, беспокойство, это все уходит на дальний план. Курорт рядом с домом. В нашем городе открылся самый большой в России термальный комплекс. Они думали, что так все. Ну, круто, круто, что сказать. Наверное, мне кажется, у меня даже слова нет. Ленинское отделение партии «Единая Россия» провело мониторинг цен на продукты так называемого борщевого набора. А также на помидоры и огурцы в торговых точках города Видное. Сколько стоит нынче кастрюля борща, выясняла наша съемочная группа. Картошка, свекла, морковь, лук, помидоры, зелень и мясо. Стандартный набор для приготовления всеми любимого борща. Блюдо сытное, вкусное, но всем ли по карману. Некоторые жители жалуются, цены на так называемый борщевой набор растут, как на дрожжах. Конечно, выросли. Выросли еще как и везде. Цена, это вообще макой. 800 рублей. Перец красный, 300 рублей. Это какое время? Его что, на золотом песке выращивают? Я вообще-то покупаю на ярмарке. На ярмарке? Да, на ярмарке. Там лучше, да, цена? А там цена по отношению к домограммам? Там на ярмарке можно поторговаться. Местное отделение партии «Единая Россия» Ленинского городского округа провело мониторинг цен на продукты так называемого борщевого набора. А также помидоры и огурцы в сетевом магазине в торговом центре «Курс». В ближайших стационарных точках торговли, в том числе на ярмарке у кинотеатра «Искра». Мы вышли сюда посмотреть действительно реальная картина, которая отображается, есть ли повышение или нет, не повышение цен, для того, чтобы в дальнейшем отреагировать на то, чтобы эта цена была допустима и для каждого доступна. Такой мониторинг цен на социально значимые продукты, питание активисты «Единой России» проводят уже несколько лет подряд. В каждом регионе сформированы штабы для контроля цен на продукты. «Сетевой магазин, это розничный магазин, а также ярмарка. И, соответственно, фиксируем цены из этих разных форматов. Мы смотрим динамику роста цен. По сравнению с прошлым годом мы заметили небольшой скачок. В связи с этим партия «Единой России» сейчас будет принимать конкретные меры по сдерживанию и стабилизации цен». Так сколько же сейчас стоит кастрюля борща? Партийцы вместе с жителями решили это выяснить и собрать продуктовый набор. «Столько нужно? Такая картошка, такой нету. Где-то пять штучек там». Овощи обошлись в 160 рублей. Мясо, естественно, подороже. За килограмм с лишним свиных ребрышек – 350. Итого, кастрюля борща современным хозяйкам обходится в среднем в 500 рублей. Борщевой набор инициаторы рейда подарили ведновчанке Марине Комиссаровой, помогавшей в его сборе. Ну а «Единая Россия» совместно с правительством Российской Федерации, региональными властями и экспертами продолжат работу по ограничению роста цен на продукты первой необходимости. Промежуточные итоги партийцы подведут уже через две недели. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Доблятова. Видно.ТВ. Портал «Добродел» завален жалобами на состояние прилегающей территории к гаражному сектору между улицей Березовая и Жуковским проездом. Люди жалуются на мусор и расписанные граффити стены. Сегодня сотрудники администрации Ленинского округа вместе с представителями территориального отдела Центральной выехали на место, чтобы зафиксировать нарушения и привлечь к ответственности владельцев земельного участка. Подробнее в репортаже Юлий Пагасьян. Как быстро попасть с улицы Березовой на Жуковский проезд? Ответ для многих очевиден. Воспользоваться сквозным проходом через гаражный массив. Этот путь очень популярен. Таким образом, жители 6-го микрорайона предпочитают попадать в старую часть города Видное. С одной стороны, экономия времени и сил для горожан. С другой, злачное место для хулиганов, которые облюбовали стены гаражей под свои художественные эксперименты. Здесь еще культура самих жителей. Потому что здесь, если посмотреть, не все входит в территорию ГСК. Наши жители хотели бы тоже попросить, чтобы хорошо относились к своей территории. Еще одна проблема обходного пути – мусор. Эти темы сейчас наиболее актуальны на доброделе. За последнее время на портал поступило более 40 обращений по чистоте и порядку на территории гаражных кооперативов. Очень много мусора, очень много жалоб. Пьющие компании никто не следит, никто не ходит, никто не проверяет, куда все смотрят, не знаю. Очень много мусора. Ужасно. Тут вообще помойка. На жалобы жителей отреагировали сотрудники администрации Ленинского городского округа. Вместе с представителями территориального отдела «Центральный» выехали на место, чтобы зафиксировать нарушения и привлечь к ответственности владельцев земли. В ходе рейда обнаружилась еще и повалившаяся бетонная стена, что отделяет один гаражный кооператив от другого. Направление ГСК будет вызвано на комиссию и будет выдано постановление с представлением об устранении правонарушения. Штраф за ненадлежащее состояние ограждения у нас составляет 10 тысяч. Штраф за ненадлежащее состояние фасадов также 10 тысяч. И если данные о нарушении будут не устранены, то передается уже в суд. Такой рейд проходит не в первый раз. Руководство одного из гаражных кооперативов уже привлекали к ответственности. Тогда граффити были закрашены, а мусор убран. Но ситуация повторяется. И она напрямую зависит от сознательности самих жителей. Юлия Пагасян, Кирилл Ованов, Денис Михеев. Видное ТВ. А теперь новости с Олимпиады. Евгений Рылов вышел в полуфинал состязаний в дисциплине 100 метров на спине, показав седьмой результат среди всех участников. К сожалению, второй наш олимпийц Иван Гирев не прошел отборочный тур и отправился домой. А сегодня в полуфинале Олимпийских игр Евгений Рылов улучшил результат и стал пятым в турнирной таблице. Финал состоится уже завтра, 27 июля. Пожелаем Жене удачи. Бытовые условия жителей дома номер 46А по улице Ольгинской скоро диаметрально поменяются. В их двухэтажке, которая построена еще в 1959 году, протекала крыша. Это создавало для людей массу проблем. Но вскоре все они будут решены. Через две недели у них появится новая кровля. Подробности узнаем у Максима Козлова. Каждый день работы начинаются с раннего утра, трудятся ударно, а потому постоянно слышится работа пилы и стук молотков. Но местные жители на временные неудобства не в обиде. Этому дому на улице Ольгинской более 60 лет все это время. На крыше только дыры латали. Крыша была как решета. Даже стропила одна была гнилая. То есть в любой момент она могла просто упасть с крыши, просто рухнуть. Заливала не один раз квартиры. Мы ждем эту крышу. Все ждут. Поэтому вот этот шум, беспокойство, это все уходит на дальний план. Работы начались месяц назад и по заверению представителя подрядной организации закончатся через две недели. Общая площадь нового покрытия составит более 550 квадратных метров. Выполнены работы по замене стропильной системы полностью 100%. Осталось выполнить работы, как видно, по замене самого покрытия. То есть мы кладем металлический фальцевый лист. И утепление чердачного помещения. Ну и по мелочи подшив карнизов, выведение фановых труб на улицу. Возведение кровли финансируется из фонда капитального ремонта Московской области. Бюджет порядка трех миллионов рублей. За качеством работы следят всем миром. Реконструкция должна была начаться на пару лет раньше, но различные проволочки, а потом и пандемии внесли свои коррективы. Жители же считают, что этот ремонт был бы невозможен без помощи депутата. Вот хорошо, что на свете есть такие люди, как Гаджи Мурат Магомедович, которые тебя поймут, поддержат и будут решать вместе с тобой вот эти вот все проблемы. Человек необыкновенный. Он не только нас, он все дома поддержал, решает проблему каждого дома, каждого человека. Хотя одной головной болью станет меньше, проблем у жителей старого дома хватает. Но они уверены, что диалог с властью и помощь депутата помогут решить и их. Максим Козлов, Александр Логинов, Евгений Садовский. Видное ТВ. Наши жители заметили наверняка, что в последние дни в городе, в разных местах появились пункты приема макулатуры. О том, как они работают, нам расскажет президент общественной организации «Зеленый полюс» Андрей Корягин. Андрей Павлович, добрый день. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Что это за вот такие волшебные баки, которые у нас недавно появились? Наш проект «Бумажная помощь» является социально-благотворительным, экологическим и просветительским. Существует и реализуется с 2016 года в городе Волода и в городе Череповец. И вот этот проект мы транслировали на Московской области. Это пилот Московской области в городе Видное. То есть наш муниципалитет стал первым в области, где запустилось. Вот если говорить о нашем муниципалитете, где они установлены, какое количество? Они установлены в различных районах города. То есть мы стараемся ставить их в шаговой доступности для удобства населения, чтобы они приходили и сдавали макулатуру. Сейчас это только видно или где-то есть в наших отдаленных точках? Сейчас только видно, и один стоит эко-модуль в горках ленинских. Поясню суть проекта. Вообще изначально мы придумали этот проект, и он был уникальный в Российской Федерации. Он направлен на то, чтобы недопривлеченные так называемые денежные средства, которые могли оказаться на свалках, вот эта макулатура, которая могла оказаться на свалках, она оказывается в наших эко-модулях, мы ее реализуем нашим партнерам. В различных городах у нас разные партнеры. Мы ее реализуем, и эти денежные средства, 100% этих денежных средств отправляются на помощь нашим подопечным детям с тяжелыми заболеваниями. А что каждый человек может принести, положить в этот модуль? Каких вообще? Любую бумагу, картон, то есть она не требует предварительной сортировки, не надо скрепки удалять какие-то, что-то, потому что все равно на производстве это все сортируется и удаляется. То есть можно любую бумагу класть. И на самих эко-модулях есть инструкция, что можно туда положить, что нельзя. Проект с 2016 года, то есть уже 5 лет. Видите ли вы на самом деле число людей, которые действительно думают не о том, что просто выбросить там в ведро, а о том, чтобы принести, положить этот в ваш модуль, например, и дальше вещь получит вторую жизнь. Увеличилось ли число таких людей? От 70 до 80% наших сограждан готовы сортировать вообще твердые коммунальные отходы, вот бытовой мусор так называемый, да. Ну, я считаю, что, конечно, это надо стимулировать. Каким образом это можно стимулировать? Ну, различными есть способы. И вообще вот сейчас региональные операторы, да, занимаются вывозом твердых коммунальных отходов. Они по закону обязаны развивать раздельный сбор твердых коммунальных отходов, но по факту этого не происходит, поскольку это достаточно крупные вложения, и тяжело бизнесу, в общем, это должно, конечно, субсидироваться государством, различные фракции сортировки. Как найти ваши баки, где они установлены? Они в единой цветовой гамме. Обычно жители, когда они устанавливаются, жители, ну, местные жители, они сразу обнаруживают, то есть запоминают и начинают туда вот как бы сдавать макулатуру, жертвовать, скажем так, да. Ну, еще отмечу, что сами граждане, они, получается, как бы реализуются через это, да, в благом деле, поскольку вот это же нетрудно положить в ЭК-модуль, да, бумагу. За пять лет, что существует ваш проект, о какой сумме можно говорить, что было собрано? За пять лет мы собрали более 1200 тонн макулатуры и перевели нашим подопечным только за счет вот этой реализованной макулатуры более 2,5 миллионов рублей. Они могли оказаться на свалках. Есть еще один момент, вот проводили морфологический состав мусора на свалках, да, и выяснилось, что вот за пять лет, которые стоят наши ЭК-модули в Вологде, на 50% сократилась бумага на полигонах, то есть это значительно. Андрей Павлович, ну, пока у нас только 30 баков, да, вот в городе видно, как вы планируете расшириться, какие-то сроки, какие цифры вообще? Ну, вот, пользуясь случаем, обращаясь к управляющим компаниям, и к ТСЖ, и к различным торговым центрам, вот у нас есть еще 10 ЭК-модулей, которые мы могли бы установить на территории городского округа, да, вот, поэтому обращайтесь с удовольствием, рассмотрим. Андрей Павлович, спасибо за это благое начинание, спасибо, что выбрали наш муниципалитет, и он стал первым в Московской области, где появились модули. Спасибо, что пришли. Спасибо вам, спасибо, дорогие телезрители. Я напомню, что у нас в гостях был президент общественной организации «Зеленый полюс» Андрей Корягин. Теперь ради теплого морского воздуха не обязательно ехать на юг. В Видном открылся самый большой в России термальный комплекс. Сегодня для жителей доступны 11 видов бани-саун, три бассейна под открытым небом, спа-зона и кафе. На новом городском курорте побывала наш корреспондент Александра Столярова. Почти все границы закрыты, а ждут лишь курорты Турции и Египта. Самое время искать места отдыха рядом с домом. И теперь одна такая точка есть. В Видном открылись термы. Комплекс размером более 9,5 тысяч квадратных метров начал работу в торговом центре галереи 9-18. Они думали, что так все. Ну, круто, круто, что сказать. Наверное, мне кажется, у меня даже слова нет, это очень круто. А что в планах посетить? Все, вот все, да. Если не выгонят, то все. Чтобы выполнить эту цель, стоит запастись временем. Комплекс термовидное предлагает парные на любой вкус. На сегодняшний день целых 11 видов. От привычной русской бани до комнаты соляного тумана и нефритовой сауны. А для тех, кто давно хотел побывать в пустыне, работники комплекса воссоздали Сахару. Кварцевый песок, это новинка. То есть у нас есть детская песчаная, но она немножко попахла. Здесь это уже Сахара. Сюда мы добавили еще два ветра, правда они еще не подключены. Вот такая уже получается и детская, и взрослая тема. Ну и как после бани не искупаться? Термальный комплекс включает в себя целых три вида бассейнов. Почти как в известной русской сказке. Ныряешь сначала в молоко, затем в кипяток, ну и в прохладную воду. А выходишь писаным красавцем. Только бассейны здесь термальный, морской и детский. И все они под открытым небом. Комплекс принимает гостей с 8 утра до полуночи. Все, что нужно для счастья – купальник, сменная обувь и пара полотенец. Это просто восторг, это вообще красота, это что-то с чем-то. Даже по отношению к тому, что бассейн огромный, под открытым небом, теплый. Комплекс термовидное включает в себя и ряд платных услуг. В основном они относятся к спа-зоне. На открытии многих гостей заинтересовал фиш-пилинг. Процедура приятная и необычная. Мне очень нравится, приятно. Такой щекочущий массаж. Рыбки называются Гара Руфа. Это семейство карповых. Рыбки съедают старую кожу, делают микромассаж. Кожа более мягкая, более ухоженная. Плюс улучшается кровообращение за счет вот этого микромассажа. И все это помещается на двух этажах. Сегодня для посещения открыта большая часть комплекса. Как заверяют сотрудники терм, к концу этого года откроется еще один этаж, где планируется проводить фитнес-программы. Также к декабрю появятся закрытые бассейны, что превратит центр во всесезонный курорт. Сочетает все. Плюс это здоровье, плюс это русская традиция, плюс это турция, это праздник. Это отдых для всей семьи. И сюда вот я сегодня пришел с женой и с детьми. Открытие комплекса «Термовидное» стало большим праздником. Шампанское, шоу мыльных пузырей и заводная музыка не оставили посетителей равнодушными. Вечеринки здесь планируют устраивать регулярно, а посетить их может любой желающий. Час отдыха на городском курорте вам обойдется в 200 рублей по будням, а в выходные – 300. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.